конструкция суфлера достаточно проста перед камерой находится полупрозрачное стекло под углом 45 градусов и под ним расположен дисплей на который можно вывести любую информацию текст картинку или видео давайте сначала разберем наш суфлер начнем нашу сборку у меня на столе как раз основные элементы для начала работы для первой стадии это две изогнутые детали пластины с винтами и специальными пластинами небольшими внутри это главная рельса которая горизонтальная на которую ставится как раз сверху камера на свою штативную площадку и внизу штативная площадка от штатива непосредственно и тубус он жесткий уже с интегрированным стеклом его не надо вставлять отдельно на некоторых штативах она вставляется сверху снизу и здесь тоже есть рельса вертикальная как раз и нам необходимо присоединить как раз вот эти вот две детали под углом 90 градусов чтобы здесь у нас был монитор дальше и здесь у нас продолжалась как раз основная рельса на которой все это будет висеть необходимо понять где вверх и где низ у этой рельсы это достаточно просто внизу у нас одна прорезь как раз для штативной площадки штатива сверху у нас побольше прорези которые как раз особо не нужны но как раз сверху ставится штативная площадка непосредственно суфлера мы берем две детали буквой г и длинной стороной мы их по очереди вставляем в пазы на нашей рельсе 1 и 2 затягивать пока ничего не нужно можно их немного прихватить отверткой по одному винтику с каждой стороны очень легко потому что потом потребуется коррекция положение и даже по ходу во время установки теперь мы опять смотрим вверх вниз проверяем вот здесь это действительно важно низ как раз как я уже говорил это у нас все держится на штативе основном и придерживая пластину нижнюю верхняя у нас и так немножечко болтается в воздухе попадаем в пазы вертикальной рельсы теперь упираем во что-нибудь данном случае в меня весь тубус и аккуратно двигаем наверх нашу всю эту систему до куда надо двигать эту самую рельсу главную здесь принцип довольно простой надо смотреть насколько у вас камера соотносится с центром как раз суфлера примерить это заранее пусть она будет немножечко ниже не страшно главное чтобы она не упиралась вверх или вниз смотря какую оптику вы используете но в данной камере pocket 4k с простым небольшим объективом это можно не учитывать и принципе пренебречь сейчас надо жестко спозиционировать как раз уже и закрепить вот эти пластины относительно друг друга для этого я отмерил здесь нужные расстояния и фиксирую сейчас винтами как раз эти вот детали угловые к вертикальной пластине жесткость фиксации очень важно потому что конструкция получается довольно тяжелая и инертная и если у вас поедет какой-то из элементов связки суфлер камера то это может отразиться на картинке может картинка перекоситься завалиться на бок и в общем ничего хорошего из этого не получится так это мы собрали посмотрите насколько все жестко получилось достаточно неплохо зачем нам нижняя часть вот этой самой пластины которая вертикальная сюда ставится непосредственно то что нам показывает картинку это у нас монитор lcd монитор на специальной подставке своей на адаптере с креплением тип веса кстати вот здесь уже подкручивались некоторые винтики их тоже надо затянуть это очень важно чтобы монитор у нас не отвалился или не перекосился опять же и теперь естественно мы аккуратно потому что здесь у нас напоминаю стекло как раз ставим эти элементы крепления в пазы на вертикальной пластине здесь в общем-то высота не сильно важно потому что можно подстроить картинку на мониторе на самом так что можно просто упереть монитор в данном случае как это сделал я в основании тубусов сам тубус и он автоматически выровняется теперь давайте закрепим камеру на штативной головки которая у нас ездит по верхней рельсе она принадлежит как раз суфлеру непосредственно это обычная деталь она немного высокая но принципе для того чтобы там разместилась крепление различные у нас есть специальный винт дюймовый и шайба большая потому что пластина тонкая и может что-то пойти не так упереться не туда здесь два отверстия я выбираю маленькая она более удобная и располагаю как раз камеру так чтобы она была ближе всего к зеркалу потому что ее легко будет сдвинуть по рельсе туда-сюда но в данном случае если она будет стоять далеко то объектив просто дотянется конечно но потом не закроется вот этой специальной блендой такой тубусом да точнее тубусом тряпочным затягиваю все отверткой позиционирую камеру потом можно будет немного поправить теперь мы должны аккуратно все это поставить на две направляющих которые с одной и с другой стороны на рельсах для этого мы попадаем болтиками квадратными в пазы это достаточно просто сделать главное контролировать все это пальцами их всего четыре поэтому если входят два то войдут и остальные два все камера у нас уже перемещается двигаем ее вот ну примерно вот сюда и здесь тоже в общем не надо особо сильно затягивать чтобы камеру иногда можно было сдвигать вдруг вы захотите заменить оптику или что-то еще подправить вручную на объективе будет не сильно удобно все это постоянно откручивать прикручивать камера будет держаться и так здесь у нас специальная тряпочка как я уже говорил которая закрывает объектив камеры но во первых объектив сам но задача вот это его ткани в том чтобы не допустить засветки с этой стороны если стоит какой-то прожектор фонарь направлен на ведущего то он может отражаться в зеркале под 45 градусов которая там расположена вот здесь и естественно блики будут попадать уже непосредственно в объектив камеры это не очень хорошо и теперь мы сделаем и такие тест давайте я положу все это на бок да все держится отлично и у нас осталась последняя собственно задача на сегодня прикрепить сюда штативную пластину как раз от штатива для этого в комплекте с суфлером идет вот такой вот болтик достаточно большой он аккуратно вставляется вот сюда в паз и это тоже можно все перемещать давайте его немного прикрутим сюда размеры все дюймовые так что не потеряйте эти детали найти их не так просто или не так быстро теперь позиционируем пластину это все у нас все примерно села по опыту использования суфлеров лучше конечно ставить штативную пластину как можно ближе сюда к вот этому основному центру массы потому что все достаточно тяжелое и теперь мы затягиваем здесь уже можно не жалеть силы в разумных пределах затягиваем затягиваем пользуемся рычагом все теперь у нас стало и теперь всю эту систему можно установить непосредственно на штатив перед тем как мы установим на штатив наш суфлер давайте все затянем во первых это регулировка усилия во вторых это контр баланс и в третьих это фиксаторы горизонтальный и вертикальный чтобы у нас ничего не двигалась если система у нас расстроена то она может куда-нибудь поплыть поднимаем все это хорошо что камера легкая иначе мне потребовалось бы помощь ставим фиксируем и аккуратно придерживаем переднюю часть отпускаем проверяем в общем то все стало отлично и теперь можно уже расслабить регулировку усилия поворота но сильно конечно расслаблять не стоит свободный ход есть большая инерция у этой системы поэтому однерки я думаю достаточно будет насчет отстройки уровня лучше это сделать опять же перед установкой всей системы потому что крутить все это очень неудобно но и собственно в процессе смотрите что происходит у меня сейчас контр баланс на восьмерке это самый максимум и все-таки система падает потому что здесь как раз у нас основная часть массы и по-хорошему необходимо сюда повесить какой-нибудь противовес если он есть к некоторым штативам он идет в данном случае камера легкая и голова достаточно серьезная озен она может выдержать всю эту систему осталось подключить коммутацию сигнальный кабель и работать